Девчата, всем привет! Сегодня у нас будет тест-драйв маски. Я видела, что многие делают так и тестируют, говоря свое мнение, поскольку-постольку нанесли маску. И я хотела бы протестировать новинку, которую я нашла в своем магазине, которая называется Parfum Leader. Вот такая маска, состоящая из двух этапов, двух ступеней. Это фирма Cafe Mimi. В общем, маска стоила 150 рублей, в принципе, нормальная цена. Использовать ее нужно за один раз, я так понимаю. То есть, здесь первое, это маска. И второе, это сыворотка-постактиватор для лица с гиалуроновой кислотой. Давайте я быстренько зачитаю, что нам обещает производитель. Затем уже нанесу и будем с вами смотреть. Первый этап, это ультрапитательная маска-паста для лица для сухочувствительной кожи с протеином риса. У меня сухочувствительная кожа. Нежная бархатистая текстура позволяет маске мгновенно распределиться по коже, быстро проникнуть в глубокие слои. Масло, шеи и кокосы создают ультрапитательную основу. Насыщают кожу питательными веществами, восстанавливают естественную защиту, барьер. Устраняют сухое шелушение, повышают эластичность, разглаживают мелкие морщины. Протеины риса смягчают кожу, выравнивают тон лица. Масло авокадо и миндаля прекрасно увлажняют дали кожи нежности и комфорт. И второе уже сыворотка, которая интенсивно увлажняет кожу, что помогает устранить причины преждевременного старения кожи. Это тоже очень важно. Экстракт тарники снимает покраснение, защищает, восстанавливает нежную чувствительную кожу. Масло, органы, протеины, шелка повышают тургор. Что такое тургор? Делают кожу гладкой, подтянутой. Экстракт семян для успокаивания, мягчает, активизирует здоровое сияние кожи. В общем, давайте уже открывать. Тут все так хорошо упаковано, чтобы, видимо, ничего не упало на скотче. Вот, сейчас я его накреплю. Вот так выглядит маска. Мне напоминает это кофе в капсулах, которые я пью. Вот, и вторая штучка, маленькая уже в маске, кстати, 15 мл, а в этом постактиваторной сыворотке 5, по-моему. Вот так выглядит она. Давайте я буду наносить сейчас масочку. Буду наносить, наверное, пальчиками, не кистью. Кожу, не смотрите, у меня ресницы накрашивают, но кожу я почистила. Первое, на что обращаю внимание, это запах и консистенция. Консистенция вот такая густая крема. Мне очень нравятся такие консистенции. Запах такой, знаете, очень знакомый, но я не могу вспомнить. По ощущениям, когда наносите маску, очень приятно. Я люблю такое ощущение. У меня вот такой густой крем, как будто сливки вы наносите, густущие сливки, либо сметану. Даже больше сметаны, но она такая более приятная консистенция. Запах похож, мне кажется, на какой-то запах крема. Кстати, маска не на один раз, как я вам сказала, потому что сейчас я нанесу и еще покажу вам, сколько останется. Вот, и затем я буду удалять маску не при помощи воды, наверное, а при помощи влажного диска ватного, потому что у меня еще не весь макияж стерт и еще линзы одеты, поэтому мне так не очень комфортно. В принципе, вот, я думаю, достаточно жирно я нанесла эту маску. Сейчас посмотрим, сколько с ней ходить. Вот столько осталось, ровно половина, поэтому я это обязательно еще убираю. Так, маску мы нанесли, сейчас будем искать, сколько здесь написано по времени. Так, 15 минут, ждем 15 минут, затем я смываю теплой водой для усиления и укрепления результата, нанесить необходимое с сыворотки массажными движениями для полного впитывания. Все, ждем 15 минут. Смыла я маску и, знаете, в процессе этих 15 минут она мне припекала немного, я не знаю, должно так быть или нет, но кожа сейчас очень такая приятная и подтянутая. Большое, наверное, плюс, что я чувствую после этой маски, это как будто в немного коллагена, она прям подтянула мою кожу. Сейчас мы будем вот этот активатор использовать. Ой, он так плохо открылся у меня. Он белый, как кремушек, без запаха. Вот так он выглядит. Я думаю, что его тоже много не надо. О, он такой, знаете, очень плотный крем, как очень плотный крем. И тоже немножко печет кожу. Вот. Что я могу сказать в целом об этой маске? Маска очень крутая. Сейчас моя кожа, как после очень хорошего ухода, как после салона, выглядит очень подтянутой, упругой, напитанной. Мне кажется, для сухой, обезвоженной, чувствительной кожи это самое то, потому что кожа получила максимум питания, максимум вот этого, знаете, как коллагена, гиалуронки. Она же с гиалуроновой кислотой у нас все-таки. Да, она с гиалуроновой кислотой. Вот здесь прям написано, что гиалуронка здесь, и это прям чувствуется. И смотрите, вот я использовала этот крем еще, я не знаю, на 2-3 раза его осталось, поэтому это очень выгодное вложение. 150 вот за эту маску. Это прям вообще супер. Поэтому я ее от всей души вам могу рекомендовать. Знаете, там есть, по-моему, 8 или 9 масок. Так вот, снова.